Но прежде чем я перейду к вопросам, я хочу сделать такое общее введение и определиться с терминами, чтобы было понятно, о чем мы говорим, когда используем те или иные слова. В частности, есть паутыница между понятиями сознания и мышления. Что такое мышление? Мышление – это такой системный процесс, который протекает в нашем головном мозгу и который мы с вами, дорогие друзья, не идентифицируем. Он происходит сам собой. У нас есть специальные области мозга, которые настроены на эту интеллектуальную деятельность с интеллектуальными объектами. Это прежде всего дефолт-система мозга. И об этом я подробно рассказываю в книге «Чертоги разума», если кто-то читал или захочет почитать. Да, и мышление – это процесс такой неосознаваемый. Это то, что в нас крутится, варится, считается и так далее. И когда вы сталкиваетесь сейчас с какой-то задачей, вам рассказывают о какой-то ситуации, и вы говорите «мне нужно об этом подумать» или вы понимаете, что вам нужно об этом подумать. Это что? Это, значит, в ваш мозг загрузились соответствующие интеллектуальные объекты, которые сейчас вашим мозгом будут крутиться, вертеться, складываться и пытаться найти какое-то решение и той задачи, которую вы для себя обнаружили, чем вы озадачены. Значит, сознание – это вообще совсем другая штука. Значит, сознание – это состояние, в котором вы находитесь. Вы находитесь или в состоянии сознания, или в состоянии бессознания. В бессознательном состоянии вы находитесь во сне, в коме, не дай бог, и в состоянии сильного алкогольного и какого-либо объединения, когда лишаетесь сознания. Сознание – это состояние, в котором вы находитесь. Это в каком-то смысле аналог бодрствования и ясного сознания. С другой стороны, мы путаем сознание как состояние с представлением о сознательных установках или о мировоззрении. Вот сознательные наши представления, мировоззрения, вот такие установки – это не то, что с вами происходит, а то, что в принципе находится в ресурсах вашей интеллектуальной деятельности и является, по сути дела, моделями, которые вы используете для того, чтобы составлять представление о той или ином аспекте реальности. Например, у вас есть сознательные установки о том, что такое семья и брак. У вас есть сознательные установки о том, что такое работа. Но при этом само это не является сознанием. У вас могут быть сознательные установки, которые касаются религии, науки, искусства и так далее. Это ваши модели реальности. Вы привыкли так представлять реальность. Но это не актуальная вещь, а просто в каждый конкретный момент, когда вы будете находиться в сознании и вам нужно будет выдать на гора соответствующую модель, вы используете эти существующие у вас заготовки. И эти заготовки в значительной степени, и это еще один важный такой аспект, кроме сознательных установок, может говорить, что у нас есть определенный культурно-образовательный уровень. То есть вы имеете определенный набор знаний в различных областях, у вас есть определенный запас слов, у вас есть определенная лингвистическая грамотность. И это, по сути дела, уже не модели, а это просто такие элементы, конструкторы лего, которые вы используете для того, чтобы формировать свои сознательные установки, которые вы будете в какой-то момент осознавать. Процесс этот динамичный. Сознание никогда вам целиком, вот, все эти сознательные установки не принадлежат. В зависимости от обстоятельств, в которых вы находитесь, вы будете сознавать какие-то части своего сознания, да, своего, вот, культурного, образовательного багажа, свои какие-то мировоззренческие установки. Если вы оказываетесь в компании, например, своих близких друзей, у вас одни сознательные установки, вы можете, там, что-то критиковать, про что-то говорить резко, на какие-то условности плевать, вот, когда вы находитесь в каком-то формальном месте, там, в государственном учреждении, с начальником, или, там, даете интервью, например, Инстаграму, вот, вы в этот момент другие используете мировоззренческие установки, да, и поэтому получается, что у нас вроде бы, как бы сказать, все люди, когда их спрашивают, например, у нас вот огромный процент в стране людей, которые называют себя православными, вот, у них такое, такая сознательная установка, их спрашивают, вы кто по веру исповеданию, они говорят, мы православные, вот, является ли это их мышлением, их, вот, сознанием регулярным, нет, не является, потому что, там, ритуалы соответствующие не соблюдают, соответствующую теорию, нарратив православной религии, теологические все эти вещи им неизвестны и так далее, вот, поэтому, вот, не надо путать то, что с нами происходит в реальной жизни, с тем, что, вот, у нас есть как багаж, из которого мы время от времени вынимаем какие-то элементики для того, чтобы собрать какую-то модельку, сознавать ее, вот, и представлять ее, значит, на всеобщее обозрение. И вот эта вся штука и мышление – это вещи, которые мы можем разделить, точно так же, как мы можем разделить в противопоставлении сознания и мозга. Все, кто читали мою книгу «Красная таблетка», знают, что у нас есть вот наша такая психическая деятельность, обусловленная мозгом, а есть, собственно говоря, сознание, которое, по сути дела, рефлексирует какие-то наши собственные состояния. Значит, у нас в мозгу происходит одновременно очень много разной работы. Он совершает много интеллектуальных действий, начиная от того, что он поддерживает тело в пространство, заканчивая, ну, или там занимается вокализацией речи, да, вот, то есть он делает много работы. Но когда вы говорите, вы разве сознаете, что вы говорите? Нет, вы не сознаете, вы просто говорите это, да. Если вас спросить, что ты сейчас делаешь, вы скажете, я говорю. Поэтому, значит, вот сознание выхватывает только какие-то единичные аспекты большой, такой огромной деятельности, которые совершает мозг, и само, будучи, как бы, производом этого мозга, всегда постфактум это осознает. И наш мозг уже принял какие-то решения, уже додумался до чего-то, а после этого это облако мысли, по словам, если использовать метафору для Семеновича Выгодского, проливается дождем слов. И вам кажется, что вы приняли сознательное решение, хотя это просто, как бы сказать, фиксация неких лингвистическая, понятийная, осознанная, рефлексивная фиксация деятельности, которую мозг уже произвел. Вот настоящие, подлинные мыслительные деятельности. И если мы хотим развивать свой ум, если мы хотим стать умнее, нам нужно развивать именно вот эту неосознаваемую часть нашей, вот этот, вот этот, если этот айсберг, да, то там вот эту, нам надо развивать подводную часть, для того, чтобы наш мозг думал правильно, вот, а после этого мы уже сознательно будем, как бы сказать, собирать сливки с успехов, значит, его интеллектуальной деятельности. Вот, ну, надеюсь, я не сильно вас запутал, вот, еще раз совсем коротко, да, есть мышление, которое происходит неосознанно, которое мы осознаем, вот, и считаем, что мыслим сознательно. На самом деле это иллюзия, мыслит наш мозг, он мыслит без участия сознания, а сознание может это состояние, эти мысли, так сказать, озвучить, отрефлексировать и сказать, я вот решил так-то. Ну, на самом деле, все чуть-чуть сложнее. Вот, и это, надо признать, неудивительно, надо же понимать, что мы с вами, ну, просто приматы, эволюционно вот созданные эволюцией, которые думают, мыслят, совершают сложнейшие действия. Современные исследования в области этологии показывают, что животные способны к удивительным, совершенно интеллектуальным штукам. Вот, и, да, мы в какой-то момент с помощью культуры и вот такой вообще образовательной практики освоили язык, который позволил нам эту интеллектуальную деятельность просто облекать в какие-то формы. Вот, но это не значит, что у нас появилось принципиально другие области мозга, отвечающие за мышление. Нет, мы мыслим теми же режимами, теми же областями мозга, которые формировались эволюционно на протяжении большого количества времени. Как запоминать много информации на долгий срок? Вторение, мать, учение. Значит, если вы хотите что-то запомнить, вы должны возвращаться к этому вопросу неоднократно. Вот, значит, что бы я к этому добавил? Значит, очень важно иметь перерывы в потреблении информации. То есть, если вы вот сейчас послушаете этот прямой эфир или посмотрите эту запись на ютубе, вот, а потом перейдете к какой-то другой, к другому ролику, начнете листать другую страницу в инстаграме, то вероятность того, что вы запомните то, о чем мы сегодня говорили, резко снижается. Вашему мозгу нужно время, чтобы поварить ту информацию, которая в него попала. Если он будет сразу потреблять другую информацию, то эта информация просто будет вытеснена новой, превходящей информацией. Поэтому перерывы между, значит, от потребления информации до следующего потребления. Потребили, дайте голове поварить это дело, пусть она там это у себя как-то уложит, и, значит, после этого уже приступайте к следующей информации. Второе. Не учите информацию, не пытайтесь запомнить что-то просто для того, чтобы запомнить. Ну, конечно, можете пытаться, но вот это как учить язык, если у вас нет потребности языком пользоваться. То есть, понятно, что если вы оказываетесь, например, в онклоязычной среде, и вам надо там взаимодействовать с людьми, которые говорят на английском языке, запоминание будет происходить быстрее, чем если вы просто ходите на какие-то курсы. Значит, почему это происходит? Потому что включаются другие мотивационные механизмы, вот, и включаются другие, как бы, аспекты ситуации. Вот, вы запоминаете что-то не просто, вот, как бы, как абстрактное знание, вы запоминаете это в соответствующих ситуациях, в соответствующих взаимодействиях, при решении соответствующих задач. Поэтому, если вы хотите что-то действительно запоминать, это должно быть вам зачем-то нужно, и к чему-то вы это должны сразу применять. Да? Вот, когда изучаешь медицину, изучаешь какие-то теоретические аспекты, а после этого идешь на практические занятия. Вот, идешь к постели больного, обсуждаешь с ним его состояние, и таким образом, как бы, вот, все навыки, и ту информацию, которую ты получил о соответствующих заполеваниях, там, гипертонической болезни, там, инфаркте, миокарта, там, и так далее, ты их, как бы, уже начинаешь сразу применять, и просто теоретически учиться медицине абсолютно бессмысленно, это будет выброшенное время. Итак, значит, паузы, да, дальше, мотивация, это вам должно быть зачем-то действительно нужно. Ну, вот, не думайте, что вы сможете себя обмануть. Ну, вот, и третье, что бы я сказал про, значит, по улучшению запоминания, это, значит, создание эмоционально значимых для вас ситуаций. То есть, вот, значит, один из механизмов запоминания связан с тем, что, значит, когда вы испытываете острый стресс, у вас выделяется такой нейротрофный специальный фактор, вот, который, как бы сказать, стимулирует рост нервной ткани. Ну, то есть, вот этих вот связей между нейронами. Поэтому, вот, например, вы можете позаниматься спортом, у вас выделится, это, по сути дела, стресс для организма, у вас выделится нейротрофный фактор. Вот, вы после этого проведете интеллектуальную деятельность, лучше запомните. Дальше вы можете ставить себя в ситуации, когда вы испытываете какой-то стресс, и в этом случае запоминание тоже будет происходить лучше. В общем, запомните, стресс является очень хорошим фактором запоминания информации. Поэтому, если вы можете ставить себя в ситуации вот такого стресса и напряжения, или предварительно хотя бы спортом позанимавшись, вот, вы будете запоминать лучше. Как же все-таки стать умнее? Как заставить мозг решать поставленные перед ним задачи? Во-первых, перестаньте задавать общие вопросы. Вот, значит, пытайтесь находить максимум фактуры, вот, и фактических вещей, вот, и в области, там, нейрофизиологии, и в области, там, памяти, в области интеллекта. Не пытайтесь найти какое-то общее простое решение. Ну, то есть, вот, я вот говорю, все эти, вся, вот, это же, я не знаю, вот, я от этого, от этого научного факта прихожу в ужас, да? Значит, вот, наше мышление думает без моего сознательного участия. Я не могу заставить его думать о чем-то. Я могу с помощью сознания создать условия, когда увеличивается вероятность, что он будет думать о чем-то, но я не могу этим процессом управлять. То есть, это вообще, как бы, живет такой большой искусственный интеллект во мне, который что-то там считает по своим каким-то собственным законам. Узнавать эти правила, понимать, как это все работает, это большой сложный труд, вот, и он далеко не каждому по силам. И я понимаю, что все хотят быть умными, но, знаете, вот, тут тоже надо, как бы, понимать, какой уровень ума вы собираетесь прыгать, вот, потому что вполне возможно, что вам достаточно функциональных очень знаний в разных областях для того, чтобы чувствовать себя очень, как бы, сказать, уверенными, успешными людьми. Вот, вот, так сказать, такое целенаправленное мышление, оно необходимо людям, которые, конечно, собираются что-то такое крутое наделать, вот, и готовы тратить усилия для того, чтобы это крутое в их жизни произошло. Вот, если просто, как вот развить, как стать умнее, зачем тебе, может, что-нибудь там как-нибудь, что-нибудь поделать, что-нибудь осмысленное просто, а не вот какой-то умнее стать. Зачем? Это важный вопрос, потому что, если у вас нет внутренней мотивации на создание чего-то действительно такого существенного, нового, как бы сказать, мощного, что произведет впечатление на других людей, настоящее, если у вас нет этого внутреннего драйва, ну, не нужно куда-то уходить в дебри того, как работает мышление. Вполне достаточно, в общем, использовать какие-то простые механики. Часть о них я рассказал, часть есть в книгах. Ну, в общем, все. Но это такой выбор, во многой мудрости говорят, много печали. Я с этим не согласен. Но действительно, если у вас есть вот это напряжение, там, чувствовать печаль, чувствовать страсть, чувствовать внутреннюю тревогу и биение, это внутреннее такое, то мышление вам поможет совладать с этим. А если этого нет, ну, так и не мучьте эту кошку. Не мучьте кошку. Есть такое выражение? Перестаньте мучить кошку. Спасибо.